Всем привет, друзья! Это Аня, фитнес-бикини, уверен, будет будущей чемпионкой мира по фитнес-бикини. Сегодня мы снимем такое видео. Аня пришла только что в воркаут, и интересно проверить, какие у нее силовые подтягивания, отжимания на брусьях, на турнике, и там, короче, от пола и так далее. Вот, и мы проверим, и естественно, если у нее слабенькие отжимания, я ей покажу, как научиться хорошо отжиматься, как научиться хорошо подтягиваться и так далее. Давайте начнем. Ну что, и начнем мы с отжимания от пола. Проверим, сколько она сможет сделать. Сколько примерно можешь сделать, как думаешь? Чистеньких таких, более-менее. Ну разочков так 10 смогу. Давайте посмотрим. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, пятнадцать. Вот это явно спортсменка. Я ей что могу, подожди. Давай, давай, пятнадцать. До двадцати дотянешь? Шестнадцать. Двадцать. Ещё. До трюки. Как я, Анатолий. Это вызов. Двадцать один. Двадцать пять. Ох, два. Двадцать пять раз. Нет, это просто к тому, что у меня вчера был грудной день, у меня плечи. Да, конечно, как бы сбиваются мышцы, да, это сложно. Но это очень хороший результат, поэтому респект. Переходим дальше. Мы пришли теперь на турничок. Посмотрим, сколько она подтягивается. Отжимается она хорошо, мы видели. А подтягиваешься сколько примерно? Покусы. Получится. Раз. Ааа. Давай, давай. Аааа, два-два-два получается. Ну, для девушки неплохо, потому что многие девушки вообще подтягиваться не умеют. Они даже себя оторвать не могут, если только с прыжка вот так. Она молодец, два раза сможет. Вот мы, собственно, и на брусьях. Посмотрим, сколько она сделает. Раз. Два. Блин. Три, давай. Я с тобой в шоке. Она даже пять сделает, давай. Четыре, выжимай. Ещё сделаешь. Давай, давай, давай. Пять. Машина просто. Ну что, давай, давай. Давай, шесть. Шестой, да. Давай, 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 давай. Шесть. Друзья, сейчас мы вам покажем программу тренировок для новичков. Как вообще развить отжимания, подтягивания и так далее. Сейчас я расскажу, как училась я отжиматься и что помогло мне в начале моего пути. Кто хочет научиться отжиматься, мы встаем вот в такую позицию. Немножко на коленке их сгибаем. И тем самым мы снимаем часть нагрузки с грудных на ноги, наверное. Ну и поехали. Если в обычных упражнениях вы можете сделать там один-два раза, то тут сразу, ну в два раза точно увеличивается ваша сила. Друзья, я хочу немножко добавить, что если вы умеете уже отжиматься просто, да, без колен, то смотрите. Сначала вы отжимаетесь просто, обычно, без коленок. Делайте, наверное, ну на свой максимум, там, наверное, 3-4 подхода, да. И потом вот, как Аня показала, с колен. Стоите на колене и уже добивание идет, да, просто с колен. И тоже делайте где-то 3 подходика на максимальное количество повторений. Итак, друзья, в понедельник также идут упражнения на бицепс. Это у нас будут подтягивания. Новички, естественно, не умеют подтягиваться без резины. Вот примерно как Аня, да, но она уже не новичок, она давно занимается. Но если вы девушка, либо там парень слабенький, то вы не сможете подтянуться. Поэтому мы будем использовать резинку. Давайте покажу упражнение, как подтягиваться с резиной. Так, друзья, подтягиваемся средним хватом обратным, да, то есть посмотрите, как она взялась средним хватом. Это будет прокачивать ваш бицепс. На усилие у вас выдох идет. И тоже, когда вы подтягиваетесь на бицепс, у вас немножко спина должна быть округлена вперед. То есть назад, если вы ее делаете, то это на спину будет. А если вперед, то это бицепс будет качаться. И второе упражнение на бицепс, это вот можете купить такую резинку, либо можете, как у меня, только потоньше, и делать вот такое упражнение на бицепс. Это как добивание будет. Таким образом молот, он прокачивает брахиалис, он находится между трицепсом и бицепсом вот здесь. Но можно просто на бицепс сделать. Все очень просто. Тут такая же схема действует, что если вы хотите увеличить свои подтягивания, вы должны сначала подтягиваться без резинки. То есть, если вы можете подтянуться один-два раза, подтягивайтесь, там, четыре подходика, ну, на свой максимум. И, естественно, потом делайте с резинкой тоже на свой максимум где-то три подхода. Повторник, у нас ноги и пресс. Ань, какие можно на ноги упражнения делать? Ну, самое эффективное, это, конечно же, приседания и выпады. И сколько нужно делать подходов и повторений? Так как мы делаем без веса все упражнения, поэтому увеличивается количество повторов. Ну, где-то 20-25, да, я думаю. 15-25. Ага. И сколько подходов? Подходов 4. 4-5. Если вы находитесь на улице и у вас нет возможности работать с весом, вы можете приобрести обычную тренировочную резинку, которая вам создаст дополнительное сопротивление. И тем самым вы будете ощущать нагрузку на тех мышцах, на которых вы работаете. Очень важно, когда вы выполняете это упражнение, весь свой вес сконцентрировать на пяточках. То есть вы приседаете на пяточке и отталкиваетесь тоже пяточками. Еще есть одно очень эффективное упражнение, это выпады на одной ноге. Они очень хорошо прорабатывают низ ягодичной. И сейчас я вам покажу, как оно выполняется. Встаем на одну ножку, соответственно, центр тяжести у нас на пяточку. И садимся с ровной спиной, отталкиваемся пяточкой также. Упражнение у нас происходит полностью подконтрольно. Теперь выпады. Можно взять, например, портфельчик, сюда в руки к себе, наложить туда либо кирпичей, либо чего угодно, что найдете вокруг себя, и делать выпады. Корпус, самое важное, мы не заваливаем вперед. Когда мы делаем выпад, у нас угол должен составлять 90 градусов. Упор тоже на пяточку. И отталкиваемся пяточкой. Раз. Следующая мышца, друзья, для прокачки в среду – это пресс. Естественно, первое упражнение стандартное. Это скручивание. Садимся, куда-то ноги запихиваем, чтобы у нас баланс был. И делаем стандартное скручивание. В этих скручиваниях важно понимать, что мы не должны ложиться на пол вот таким вот образом. У нас пресс должен быть всегда в напряжении. И тоже до конца вот так не поднимаемся. То есть работаем в средней амплитуде, пресс постоянно напрягается, и он будет, естественно, прокачиваться. Делаем где-то 5 подходиков на максимум повторений. Сейчас я вам покажу одно из моих любимых упражнений на пресс, которые прорабатывают и верх, и низ. Ну, в общем, весь пресс. Если вам легко, то вы можете поднимать прямые ноги. Если вам сложно, то поднимайте вот так. Так будет гораздо легче, потому что нагрузка, естественно, убирается. Ну, и здесь тоже, друзья, делаем где-то 4 подходика по максимуму повторений. Много вы уже не сделаете после скручивания. Друзья, теперь пятница. У нас в пятницу это упражнение на трицепс и также на спину. Какое упражнение на трицепс посоветуешь? Ну, конечно, самое эффективное это отжимания на брусьях. И когда вы новичок, вам самостоятельно очень тяжело это сделать. Поэтому вы можете попросить человека, который вас подстрахует. То есть, поддержит вас там за ноги и тем самым забирает часть нагрузки на себя. Либо, если нет возможности попросить человека вас подстраховать, вы можете взять резинку и также, как мы делали на подтягиваниях, помочь себе также в отжиманиях с резинкой. Достаточно просто держать ноги, и уже за счет этого намного проще выполнять. Да, намного легче выполняется упражнение. Ну, короче, вот таким вот образом, вы поняли. Следующее упражнение, естественно, если вы не умеете отжиматься на брусьях, и у вас некому помочь, короче, вам, то вы можете делать это с резиной. Встаете на резинку и отжимаетесь на брусьях. И нужно запомнить, что если вы хотите, чтобы у вас прокачивался именно трицепс, а не грудь, то вам нужно держать тело прямо. То есть, смотрите, вот таким вот образом у вас будет качаться трицепс. Если вы будете наклоняться вперед и делать вот такие вот разводки, руки по бокам, то это будет качаться грудь больше. Друзья, пятница, еще упражнение у нас на спину. Первое упражнение это будет, естественно, подтягивание, но я начну с упражнения книжка, которая прорабатывает вот как раз низ трапеции, она находится вот здесь, по центру. Вот, смотрите. И делаем с выгнутой спиной вот такие вот разгибания. Делаем таких пять подходиков, я думаю, где-то по 15 повторений. Если вы новичок, то где-то по 5-10 максимум, потому что вы не сможете больше. Меня вот такой вопрос интересует. Девушкам нужно качать спину? Конечно, нужно, обязательно нужно работать над своей спиной, потому что, во-первых, это здоровье, а во-вторых, это красота. Многие девушки забивают на это дело, думая, что вот я накачаю спину и буду похожа на мужика, но это большое заблуждение. Объясню почему. Когда девушка прорабатывает спину, визуально открывается силуэт, и тем самым талия кажется уже и образуется такая вот фигура песочных часов. Это очень красиво. Давайте начнем, перейдем к упражнениям. Это у нас подтягивание с резиной. То есть, смотрите, если вы не умеете подтягиваться просто без резины, вы подтягиваете с резиной с широким хватом. При подтягивании с широким хватом мы выгибаем спину, наоборот, назад, вот так. И тогда у нас будут работать именно широчайшие мышцы. Делаем подконтрольно, чувствуем мышцы, не обязательно делать на количество. Делайте в подтягивании где-то 4-5 подходиков и на максимум повторений как сможете, потому что если вы новичок, вы много не сможете. А так, большое спасибо за внимание, друзья. Я надеюсь, вам Аня понравилась. Как она может не понравиться? Она идеальная во всех смыслах. Поэтому подписывайтесь на ее инстаграмчик. В комментариях будет... Ой, в комментариях в этих... В описании будет ссылочка. И спасибо большое за внимание. Еще раз увидимся в следующем выпуске. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok